МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Две карагандинки осуждены в Бразилии на 7 лет лишения свободы за перевозку наркотиков. На брифинге в областной прокуратуре рассказали об уголовных делах по фактам торговли и вербовки людей. 63 человека эвакуировали во время крупного пожара в Цимиртау. В девятиэтажке сгорела квартира и балконы четырех этажей. По предварительной версии, причиной возгорания стал брошенный окурок. Восемь сильнейших горно-спасательных команд со всей страны борются за звание лучшего. В Караганде проходит четвертый этап соревнований по горно-спасательному многоборью в горно-рудной и угольной отраслей. Две карагандинки осуждены в Бразилии на 7 лет лишения свободы за перевозку наркотиков в особо крупном размере. Казахстанские полицейские считают, что осужденные стали жертвами торговли людьми. Такое заявление на брифинге сделали представители областной прокуратуры. Установлено, что некая 25-летняя гражданка Ка совместно с гражданином Иордании вербовала жителей Караганды для перевозки наркотических средств в другую страну. Для этого они подбирали молодых людей, владеющих английским языком. В результате преступных действий две карагандинки были задержаны в Бразилии. В результате преступных действий две гражданки города Караганды, не подозревающих о перевозимом грузе, то есть они думали, что бриллианты, были задержаны в Бразилии, у которых при осмотре сумки были обнаружены наркотические средства в особо крупном размере. В результате предпринятых мер правоохранительных органов в Бразилии уголовное дело было окончено, и наши потерпевшие по нашему делу были осуждены в этой стране, то есть в Бразилии, на 7 лет лишения свободы за перевозку наркотических средств. 15 августа приговором суда Карагандин-КК осуждена к 6 годам 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии средней безопасности. Всего сотрудники областного ДВД и консульской службы Министерства иностранных дел выявили факты совершения купли-продажи в отношении пяти граждан Караганды. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Очередной конфликт, попавший на видео, разгорелся между пассажиркой и кондуктором. Стоит отметить, что в средствах массовой информации в последнее время все чаще появляются материалы о возмутительных ситуациях, происходящих в общественном транспорте Караганды. Видеословесные перепалки, участниками которой стали кондукторы пассажирка автобуса городского маршрута номер 014, сняли очевидцы. В ролике возмущенная женщина заявляет, что имеет знания и не собирается мириться бесчинством экипажа. Исходя из дальнейшего диалога, становится понятна причина конфликта. Я в городане училась, вы посадили, мы люди заплатили. Вы не выполнили договор, не навесили на место назначения. Верните все в жизни, мы уедем на судопространство. Потому что, если не вновь делай, за всех, потому что другие полчат, что-то тоже за порядок бороться, а в закрепленных ситуациях. Постоянно. Чтобы выяснить подробности и детали произошедшего, мы встретились с заместителем начальника автопарка ТОО «Манас», которым принадлежит данный автобус. Булат Кусаинов подтвердил, что все деньги пассажирам вернули, и отметил, что вина кондуктора после выяснения всех деталей он не видит. И высказал свое совсем другое мнение по данному факту. Деньги вернули всем. Я разговаривал и с кондуктором, и с водителем лично. Они сказали, мы деньги вернули. Эта женщина, ну она говорит, я не знаю, почему она так себя повела. В нетрезвом состоянии, говорит, она была. Ну, народ как бы озлобленный сейчас. Здесь 80 деньги, они платят за поезды, они хотят им получить, как вам сказать. Ну, какую услугу. Также представитель автопарка отметил, что в каждом автобусе на видном месте имеется номер телефона диспетчера, который примет и выслушает все жалобы и пожелания. Фаризал Бавр, Сан Маклубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Вчера в одной из многоэтажек Тимиртау произошел крупный пожар. Спасателям пришлось ликвидировать 63 человека. Инцидент начался в одной из квартир дома номер 43 в седьмом микрорайоне. Горела квартира на пятом этаже. По балконам огонь пошел наверх. В итоге, помимо квартиры, сгорели еще и балконы с пятого по девятый этаж. Ничего себе пожар. Пожар произошел после полудня в трехкомнатной квартире на пятом этаже. В результате пожара квартира выгорела полностью. В ней во время возгорания находилась девятилетняя девочка, которая позвонила родителям предупредить и самостоятельно покинула квартиру. В ликвидации огня принимали участие 28 пожарных и 8 единиц техники. Были спасены 22 человека. Еще 41 житель дома эвакуирован из других подъездов. Благодаря слаженной работе удалось избежать жертв. Причину возгорания выясняют сотрудники специализированной пожарной лаборатории. По предварительным данным, причиной пожара стал окурок, выброшенный с балкона верхнего этажа. Причина устанавливается. Квартира пострадала одна только. У остальных только пострадали балконы, обшивки. То есть это по наружной стороне, получается, жилого дома. Если посмотреть на любой дом, то горели только балконы. Сейчас рассматривается две версии. То есть, может, это и ребенок, шалость была. Но судя по тому, как она действовала, то есть позвонила маме, что у нее на балконе горит, потом уже шла из дома, можно судить о том, что и по изучению места пожара установлено, что, скорее всего, это был окурок, который сбросили с верхнего этажа. То есть, в принципе, не специально, но это безалаберное отношение бросать непотушенный окурок в окно, который в результате ветра попадает на другой этаж, в другой балкон. Стоит отметить, что с начала года в жилых секторах произошло 700 пожаров, в которых погибли 20 человек. Из них трое детей. Как отметили в департаменте чрезвычайных ситуаций, основной причиной пожара становится неосторожное обращение с огнем. Фариза Албаева, Желан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Восемь сильнейших горно-спасательных команд со всей страны борются за звание лучшего. В Караганде проходит четвертый этап соревнований по горно-спасательному многоборью в горно-рудной и угольной отрасли. Участники выполняют комплексные задачи по разведке горных выработок, тушению пожара и спасению пострадавших при аварии на шахте. Это генератор инертного газа ГИК-1500. Он предназначен для получения парогазовой смеси с низким содержанием кислорода. С помощью этой установки пожарные могут как активно тушить пожар, так и заполнять смесью замкнутые пространства, чтобы не допустить взрыва. Участники соревнований выполняют комплексные задачи по разведке горных выработок, тушению пожара и спасению пострадавших при аварии на шахте. Асхат Рахимбеков уже 10 лет служит в Карагандинской военизированной аварийно-спасательной службе. Он вспоминает, что самым трудным стала авария на шахте Тентекская в 2009 году. Работа сложная, опасная, но очень нужная, считает Асхат. А такие соревнования позволяют держать форму. Эти учения, каждодневные наши занятия, дают определенные свои трудности. Ну, мы получаем свои навыки некоторые. Четвертый завершающий этап республиканских соревнований продлится 4 дня. По итогам коллективных соревнований будут выявлены лучшие отделения. По итогам индивидуальных состязаний лучший респираторщик и лучший водитель оперативного автомобиля. В аварийно-спасательной службе отметили, что за последние десятилетия произошло значительное перевооружение. Имеется достаточное количество сил и средств для ликвидации возможных аварий. Скажем, эти соревнования являются венцом нашего, значит, труда, ежегодного проведения занятий по готовности личных составов к ведению аварийно-спасательных работ на обслуживших объектах. И также здесь возникают моменты слаженности работы подразделения горно-рудной и угольной промышленности. И в части вопросов касаемо тактических приемов применения оснащения вооружения. Спасатели отмечают, что за последние десять лет количество аварий на опасных промышленных предприятиях стало значительно меньше. В том числе это связано и с серьезной подготовкой горных спасателей. Главная, основная задача в случае возникновения аварии в горно-рудной или угольной отрасли наши спасатели должны прийти вовремя и профессиональную помощь оказать пострадавшим, кто там окажется. Но главная, основная задача – это недопущение, о котором мы в повседневной жизни, деятельности начинается с него, и мы заканчиваем. Это профессиональная подготовка. То есть, чтобы не допустить вот ту черчайную ситуацию. Поэтому мы в тесном контакте с объектами, руководителями объектов, техническим персоналом изучаем, рассматриваем. И если есть какие-то определенные недостатки, соответственно, вместе его и устраняем. Главной целью подобных мероприятий остается обмен опытом между спасателями. В Караганду на соревнования прибыли отряды из Жасказгана, Каражала, Павладара, Западного, Северного и Южного Казахстана. К числу наиболее подготовленных относят карагандинскую и павладарскую команды. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Удачный предприниматель, депутат городского маслехата, член Ассамблеи народов Казахстана, учредитель Жасказганского колледжа бизнеса и транспорта, кандидат исторических наук, меценат образования и просто добродушный, отзывчивый человек и прекрасный семьянин. Это все об одном человеке, о Бигзате Камаровиче Алтынбекове. Он один из 13 карагандинцев, которые вошли в список 100 новых лиц Казахстана. Алтынбеков Бигзат Камарович родился в 1973 году в селе Коунрат Актугайского района Карагандинской области. Закончил Жасказганский университет, карагандинский государственный университет по специальностям история и юриспруденция. Успешно трудился корреспондентом, телеведущим, редактором. Сейчас занимается предпринимательской деятельностью. С 2004 года для Жасказганской молодежи открыл Центр дистанционного обучения Казахского университета путей сообщения. Основал частное учреждение Жасказганский колледж бизнеса и транспорта. Моя главная цель в жизни – быть полезным, но никому не навредить. Я просто хочу, чтобы меня запомнили хорошим, чтобы я смог помочь кому-нибудь в нашем обществе. Я слышал, как люди говорят обо мне, что я нынешний Атэнтай Жомар. Сейчас мне очень приятно, что общество избрало меня и включило в список 100 новых лиц. Я думаю, это оценка моего народа, признание и их добрые пожелания. Я всегда говорю молодежи, главной целью не должны быть благодарность, а желание сделать что-нибудь для страны и общества. Бегзат Алтымбеков оказывает стабильную и долгосрочную помощь. В первую очередь он поддерживает государственную политику в сфере образования, обустройство региона направляет адресную помощь многодетным семьям, детским домам, учреждениям культуры и искусства. Он спонсировал строительство мечети в селе Актугай, учредил десяткам талантливым студентам бесплатные льготные образовательные гранты, выдает ежегодно традиционные стипендии деятелям науки, литературы, культуры, искусства, а также спортсменам и журналистам. Я, наверное, пытался не только обустроить жизнь себе и ближним, но и по собственному долгу и убеждению способствовал развитию благотворительной деятельности и меценатства в республике. Сегодня необходимо всячески поддерживать тех, кто занимается сохранением и приумножением духовно-культурного достояния. Благотворительность и меценатство – это то, чем я сейчас занимаюсь. За особые успехи и творческий вклад в развитие образования в 2012 году он был достоин серебряной медали «Меценат образования». Его имя занесено в соответствующую книгу почета. Депутатские полномочия еще больше расширили возможности меценату реализовывать свои планы по социальной поддержке граждан. Все, что он делает, делает от души, заявляет Бигзат Камарович Алтымбеков. Фариза Албаева, Тулегин Рашидов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Мавзолей Алашахана расположен недалеко от села Малшибай Карагандинской области. Усыпальница воздвинута народными умельцами в XII веке в честь Алашахана, имя которого связывают с возникновением трех казахских жузов. Историческое сооружение является одним из значимых не только в нашем регионе, но и в стране. Сегодня мавзолей вошел в список республиканской программы «Сакральный Казахстан». Мавзолей Алашахана – памятник архитектуры Угуза Копчакского периода, примерно X века. Расположен на правом берегу реки Каракенгер, в горах Лутау. Мавзолей воздвигнут народными умельцами в честь Алашахана, имя которого связывают с возникновением трех казахских жузов. Он жил в первой половине XV века, был батыром, бием и правителем, объединил кочевых тюрков и создал первое алашское государство. Термин «алаш» относится к глубокой древности, когда племена еще не обособились и имели общий скот. Это исконно тюркское слово, означающее родичи, братья, единомышленники. Собственно, Алаш – само название казахов. После распада Золотой Урды Алаш стал лозунгом объединения кочевых казахов. Мавзолей Алаша Хана является очень большим и красивым архитектурным сооружением. Оно находится под защитой государства, так как является нашим культурным наследием. Мавзолей был построен первыми казахскими ханами – Женебеком и Киреем. Алаш Хан считается прародителем казахского этноса. Возведение этого мавзолея было политическим решением, ознаменовавшим появление казахского ханства в 15 веке. Здесь, по моему мнению, еще нужно провести археологические раскопки, но это решит время. Мавзолей Алаша Хана является первым сооружением, которое построили сразу после образования казахского ханства. К такому выводу пришли ученые, исследовавшие исторический памятник. Об этом рассказал заместитель директора Музея изобразительного искусства Карагандинской области Темыргали Аршабеков. Мавзолей Алаша Хан также является одним из неповторимых культовых сооружений Центрального Казахстана. Не только Центрального Казахстана, но вообще всего Казахстана, можно сказать. Что касается Мавзолей Алаша Хан, имеется несколько исторических легенд. Одним из них относится к Бухарскому хану. Алаша Хан является как бы соединенным звеном, предварителем всех трех жузов. Поэтому многие легенды относятся к Алаша. Почему мы происходим от слова Алаша? Также имеется много исторических преданий, легенд, филологов, которые относятся к Алаша Хану, что он является как бы святым. Мавзолей Алаша Хан – образец портально-купольной архитектуры прямоугольной формы высотой 10 метров. Сооружен из обожженного кирпича разных размеров, а в оформлении оконных проемов и дверей использовано дерево. Купольная конструкция состоит из 16-гранного барабана высотой 2 метра и самого купола. Ну, что касается архитектурного сооружения Алаша Хана, он, во-первых, неповторим. Он как бы однокамерный центральное, центральное здание, то есть купольное архитектурное сооружение. Здесь имеется также, мы считаем его сакральным, поскольку здесь уже также после него, в 19 веке, в 18 веке, были захоронены племена Баганала, Кипчак и Арханы. Вот поэтому мы также считаем его сакральным, неповторимым культовым сооружением центрального Казахстана. Начало изучения мавзолея было положено Шокану Алиханову. В изучении архитектурных памятников центрального Казахстана принимал участие академик Каныш Садпаев. Неизменными незабытыми остались слова. Когда Алаш стал Алашем, когда стал Ханом Алаш, когда нашим домом стала деревянная юрта, когда нашим ураном стало имя Алаша, тогда стали мы казахами, детьми трех жузов. И теперь, благодаря проекту «Сакральный Казахстан» мы снова говорим об этих священных местах и возобновляем память о наших героях. Фариза Албаева, Сергей Высокозов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Укрепление в обществе, роли и значимости Конституции, построение демократического и правового государства – таковы цели круглого стола, посвященного Дню Конституции, который состоялся в стенах Карагандинского Дома Дружбы. Присутствующие обратили внимание на то, что главный закон страны дает всем гражданам Казахстана равные права на получение образования, на труд и закрепляет свободу вероисповедания. За годы независимости действующая Конституция Казахстана потерпела ряд изменений. Последние произошли в феврале текущего года, когда глава государства некоторые свои полномочия перенаправил парламенту. На сегодняшний день стоит вопрос о развитии местного самоуправления. Благодаря стабильности правового поля и закону Конституции, Казахстан развивается быстрыми шагами, так говорили участники круглого стола. Наличие Конституции и соответствие ее норм современным требованиям свидетельствует о том, что Республика Казахстан является современным цивилизованным государством. Конечно, Конституцию необходимо соблюдать. В то же время сообразно нашей жизни реалиям, действующим реалиям надо развивать, совершенствовать. Мы идем и по этому пути. Ученые, преподаватели вузов, представители этнокультурных объединений и чиновники Караганды обсудили вопросы развития нашей страны. В частности, в шахтерской столице. На совещании также отметили, что важнейшую роль Конституция сыграла в сфере формирования стабильных этнокультурных отношений внутри страны. Общественное согласие – одно из главных достижений Казахстана, где в мире и взаимоуважении живут и трудятся представители свыше 120 этносов. Так только в Карагандинской области действует свыше 70 этнокультурных объединений. В решении главы государства по празднованию проведения мероприятий, торжественных проведений мероприятий, касаемо Дня Конституции, про решение постановления правительства в мероприятиях взаимодействия всех государственных органов, активную очередь мы проявляем именно участие в таких мероприятиях. И сегодня Национальная гвартия оказывает огромную воспитательную роль в цели воспитания и обучения граждан, которые проходят службу в наших летах, а у того пополнения офицерского состава. Хотел сказать, что данная акция пророчена также для воспитания военно-патриотической молодежи, потому что данное мероприятие сейчас мы участвуем совместно с Акиматом города, с местной исполнительной властью, а также с средним учебным заведением. Это я считаю очень правильно, и мы всегда будем поддерживать этих данных участий в мероприятиях. Совещание проходило в непринужденной обстановке, каждый высказал свое мнение о главном законе. Многие вынесли ряд предложений, которые помогут в развитии региона. Асель Сазымбаева, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагантинский. И последнее. О ликвидации государственного предприятия «Спортивный клуб «Тимиртал» за последние сутки начали говорить все СМИ. Эта новость вызвала у горожан опасение, что спортивные объекты перестанут работать. Сегодня городская администрация и областное управление физической культуры и спорта провели брифинг. Чиновники отметили, что спортивным объектам ничего не угрожает. На этот раз под приватизацию попал спортивный клуб «Тимиртал». Он включает в себя сразу несколько объектов. 50-метровый плавательный бассейн «Жастар», ледовый дворец, стадион «Металлург» и спорткомплекс в поселке Актау. Ссылаясь на законодательство о приватизации, ликвидацию можно объявить после трех несостоявшихся торгов. Желающих купить спортивные объекты «Тимиртал» за минимальную сумму в 200 тысяч тенге так и не появилось. В республике Казахстана 30 декабря 2015 года о некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы утвержден комплексный план приватизации, согласно которому в городе «Тимиртал» КГКП спортивный клуб «Тимиртал» подлежит приватизации. Согласно плану приватизации прошли у нас торги с 2016 года. После того, как прошли три раза торги, согласно плана спортивный клуб подлежит ликвидации. Сколько срок будет проходить ликвидация? Согласно плану в 2016 году должны были произвести все процедуры, согласно торгов, приватизации этого года. Все это означает, что спортивный клуб будет закрыт как юридическое лицо. Но, как стало известно, после ликвидации спортклуб заберет на свой баланс управление физической культурой и спорта, чтобы передать его школе спортивного резерва «Тимиртал». После передачи этих объектов собственнику, а это управление активов Карагандинской области, управление спорта, эти объекты заберет на свой баланс и передаст их спортивной школе «Тимиртал», которая школа Олимпийского резерва. Она находится на территории «Тимиртал», поэтому ближе и объекты будут сохранены. И больше всего, что волнует на сегодняшний день население, как оно будет функционировать. То есть объекты будут функционировать, продолжать в том же режиме, работать с теми же спортсменами и массонаселением, которое туда посещало. То есть ставки, заработная плата и прочее все сохранится. В настоящее время данные объекты обслуживает персонал численностью 270 человек. В них бесплатно тренируются около 2000 детей по 29 видам спорта. На днях 270 работников спортклуба уже получили уведомления об увольнении, что вызвало определенное социальное напряжение. «Это по закону. По закону о ликвидации учреждения за два месяца все должны быть оповещены. Это закон такой. И они оповещены тем, что они будут уволены и потом взяты на работу. Это законодательство такое. После прохождения также процедур передачи объектов в госсобственность. Это автоматически практически. 30 ноября последний срок. То есть с 1 декабря они будут уже трудоустроены. То есть вот эти два месяца зарплаты? Они будут получать заработную плату». Чиновники от спорта заявили, что не видят минусов в грядущем переходе спортивных объектов с городского баланса на областной. Процедура передачи объектов займет три месяца. Решить все финансовые вопросы планируется за счет сэкономленных средств Управления физической культуры и спорта. Такая живучесть ожидает еще ряд учреждений региона. Поскольку многие объекты не удается продать с торгов, их коснется ликвидация. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Болгстер. Субтитры подогнал «Симон»